Обновленный Xpeng P7 частично унифицировали с флагманским кроссовером G9. Он сменил имя на P7i. Xpeng P7i доступен в двух модификациях – с задним и полным приводом. Электромобиль получил некоторые изменения во внешнем виде, а также стал мощнее, дальнобойнее и обзавелся продвинутой электроникой. P7i при всей своей узнаваемости получил некоторые стилистические обновления. Причем в этом случае рестайлинг не пошел по общепринятой схеме обновления передней и задней частей кузова. Тут китайские инженеры подошли к процессу более основательно. Помимо новой головной оптики, был увеличен наклон лобового стекла и оптимизировано заднее антикрыло, чтобы уменьшить лобовое сопротивление воздушным массам и улучшить прижимную силу. Базовому электрокару полагается комплекс Xpilot на чипе NVIDIA Drive Oren. Машины с приставкой MAX и WING идут с XN-GP. В состав последнего входят два лидара, 5-мм радаров, 12 ультразвуковых сенсоров и 12 камер, 4 круговых, 2 фронтальных, 2 задних, 2 стереоскопических и 1 салонная. Комплекс работает на двух платформах Drive Oren, что дает 17-кратный прирост производительности. За распознание образов отвечает программное обеспечение XNET – глубокая нейросеть, имеющая доступ к суперкомпьютеру FAYA, крупнейшему в Китае вычислительному центру для беспилотного вождения на облачной платформе Alibaba. Салон оснащен 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью, 15-дюймовая информационно-развлекательная система новым рулевым колесом, обновленными дверными картами и обновленной центральной консолью с открытыми подстаканниками, а также беспроводным зарядным устройством для смартфонов. Покупатели также найдут обновленную обивку и улучшенные, более эргономичные сидения. К ним присоединяются и аудиосистема с 20-ти динамиками. Информационно-развлекательная система теперь работает на основе к SmartOS 4. За производительность отвечает однокристальный чип Qualcomm Snapdragon SA8155P. P7i будет предлагаться с тем, что X-Pen называет самой передовой в отрасли системой помощи водителю для всех сценариев. У него есть центрирование полосы движения, помощь при парковке на перекрестке и навигационный пилот в городах и на шоссе. В седании используется батарея с системой терморегуляции X-HP2. Она рассеивает 100% выделяемого тепла и на 15% увеличивает запас хода при низких температурах. Охлаждающая способность равна 8,5 кВт, что на 88,9% больше, чем раньше. Как итог, P7i способен ехать на максимальных 190 км в час в течение 30 минут. 800-вольтовый аккумулятор совместим с ультра-чарджерами X-Pen мощностью 480 кВт. 10 минут подключения к такой колонке дадут 210-240 км пробега. Зарядка с 10 до 80% займет меньше получаса. У начальных электрокаров по-прежнему задний привод, но выросла отдача. С 267 лошадиных сил и 390 ньютон-метров крутящего момента до 276 сил и 440 ньютон-метров. Время разгона до 100 сократилось с 6,7 до 6,4 секунды. Паспортная дальность хода по циклу CLTC теперь составляет 702 км. Топовые P7i имеют два электромотора и полный привод Smart 4 VD. Мощность 473 силы и 757 ньютон-метров. Было 430 лошадей и 660 ньютон-метров. Ускорение до 100 занимает 3,9 секунды. На 0,4 секунды меньше. Пробег без подзарядки 610 км. Обновленный электромобиль уже доступен для покупки в Китае. Цены на модель варьируются от 36200 до 49200 долларов. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующее видео и поставить лайк. Нам очень важна ваша оценка. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok